Азерецкая Елена Леонидовна, рассказ Олимпийские игры, глава 15. Будь счастлив, Гефест. Повозка быстро катилась по колеям, вырытым твёрдой каменистой почвой. И так тряслась, что нельзя было говорить без риска прикусить язык. Поэтому Лину не удалось подробно расспросить калия о длинных стенах, между которыми шла дорога. Впрочем, он учил в школе их историю и знал, что они охраняют путь в Афинскую гавань, Перей. В Перее стоял весь военный флот, основа морского могущества Афин. В Перее же находилась и пристань для торговых кораблей. На центральной площади города у рынка повозка остановилась. Ступай в съестные ряды, обернулся калий к скромно сидевшему позади Гефесту. И купи себе еды на дорогу. Да побольше. Плыть придётся долго. А потом, приходи в торговую гавань, спросишь там, где стоит корабль купца Глоукона. Хорошо, молодой хозяин. Эй, пятак! Окликнул юноша возницу. Видишь, вон ту харчевню, где нарисована отварная телячья голова и ножки? Ну да. Оставь там пока лошадей и помоги Гефесту донести покупки до пристани. Затем возвращайся сюда и жди нас. Слушаюсь, хозяин. Мы пойдём дальше пешком. Теперь уже близко, да и проехать в такой толпе трудно. Улицы, как лучи, расходились от рынка во все стороны. Боги, какой шум! Никогда ещё не приходилось Лину слышать такого. Даже на Олимпийском стадионе было, пожалуй, потише. Множество людей, бурно жестикулируя и перекрикивая друг друга, спорили на разных языках. Сгибаясь под тяжестью тюков с товарами, толкались и переругивались носильщики и грузчики. Они несли кожаные мешки с зерном, громадные глиняные бочки, осы, наполненные солёной рыбой. Свертки, бычьих шкур, корзины с миндалём и фигами, пухлые, перевязанные ремнями охапки шерсти и льна. Смуглые наземцы в странных, непривычных одеждах яростно торговались с владельцами многочисленных лавок и мастерских. Чем ближе к порту, тем оглушительнее становился шум. С кораблей сгружали строительный лес и брёвна с грохотом катились по настилу пристани. — Куда мы идём, Калий? — спросил Лин. — К торговой гавани. Она называется Эмпорий. Военный порт мы посмотрим потом. Большая дамба для причала торговых кораблей отходила от самого центра набережной. — Видишь большое здание против дамбы? — указал Калий. — Да, а что это такое? — Это знаменитая Дигма, центр международной торговли. Здесь купцы выставляют образцы привезённых товаров. Здесь же можно обменять иноземные деньги на греческие или взять в долг под залог товаров и кораблей. Наверное, там мы найдём и Глаукона. Сколько здесь народу! Ещё бы! Афины торгуют со всем миром. Из Египта везут к нам подвесные паруса и папирусы. Из Ливии — слоновую кость. С родины Гефеста — пшеницу и солёную рыбу. Из Финикии — муку. Из Карфагена — ковры. Да, всего не перечесть. И за целый день. А вот и Глаукон. — Приветствую сына почтенного арифрона, знаменитого олимпионика Калия. Почтительно поклонился толстый, богато одетый человек. — Здравствуй, Глаукон! Отец шлёт тебе привет и просит взять на корабль нашего вольноотпущенника Гефеста, которого он посылает в пантикопей. Вот письмо от отца, а вот и деньги за проезд. — Я рад услужить почтенному арифрону. Мы снимаемся с якоря через два часа. Погрузка уже заканчивается. — Вот и прекрасно! Кстати, Глаукон. Гефест — дельный работник, и отец его очень ценит. Так что обращайся с ним очень хорошо. — Конечно, конечно, прекрасный Калий! — Лин крепко сжал руку брата. — Какой ты добрый! — растроганно сказал мальчик. — Ну, пройдёмся пока немножко, братишка. До свидания, Глаукон. Мы ещё увидимся. Вокруг дигмы шумела и волновалась толпа. Любопытные афиняне расспрашивали купцов обо всём. Сколько стоят продукты на разных рынках Чёрного и Средиземного морей? Какие случились в этом году кораблекрушения? Какие необыкновенные страны существуют на свете? Где и какие произошли чудеса? Кто с кем, в дружбе или в ссоре? Со всех сторон только и слышалось? Ти... неатерон! Ти... неатерон! Что нового? Шум и крики пёстрой разноязычной толпы сливались со стуком топоров и визгом пил на соседних верфях. А из окружающих, эмпорий, гостиниц и харчевин слышались звуки флейт и песни подгулявших моряков. — У нас есть еще время, — сказал Калли. — Пойдем, я покажу тебе наш флот. Войдя в военный порт, Алин невольно ахнул. Мощные, грозные стояли у причалов триеры, и на верхней части кормы у каждой возвышался шест с фигурой богини Афины, а рядом сверкал позолоченный гребень. На носу, над самой водой, угрожающе торчал металлический клюв. — Какая масса кораблей каллий! — Ну, это только маленькая часть флота, ведь здесь их не больше нескольких десятков. — А сколько же всего? — Около четырехсот. — Где же остальные? — Одни несут охрану, другие в походе, а большинство сушатся в доках. — Как сушатся? Почему? — Они ведь плоскодонные, и если находятся в воде слишком долго, днище разбухает и начинает гнить. Поэтому надо их время от времени просушивать. — Наверное, на такой громадине помещается куча людей. — Да, не меньше двухсот человек, а то и больше. Вот, считай. Сто семьдесят гребцов, которые сидят в три-четыре ряда, несколько десятков офицеров во главе с командиром, три иерархом, да еще десять-двенадцать солдат морской пехоты. Солдаты должны находиться на палубе в военном вооружении. — А где сидит кормчий? — В будке на корме, оттуда он при помощи канатов управляет двумя кормилами в виде больших лопат. — А зачем эта острая штука на носу? — Для удара по неприятельскому кораблю во время боя. — Здорово! — Да, мальчик Афины, мощная морская держава, самая могучая в мире. Ты можешь гордиться своей родиной. — Скажи, Галли, а где я буду служить, когда мне исполнится восемнадцать лет? — На этих кораблях? — Нет. Воинскую повинность отбывают в сухопутных войсках. Ты будешь, как был и я, гоплитом. Помнишь их? — Еще бы! — Ну а теперь пора вернуться в Эмпорий. Скоро корабль Глоукона отплывает. Кстати, вот тебе кошелек. — Зачем? — Отдай его Гефесту, ведь ты решил участвовать в следующих играх, правда? Пусть Гефест приедет, если захочет на тебя посмотреть. — Калли! — Пойдем, пойдем. Гефест уже ждал их у корабля, совсем не похожего на стройные мощные триеры. Как и все торговые суда, корабль Глоукона был до того широк, что его ширина равнялась четвертой части длины. На палубе еще шла суматоха. Втаскивали и укладывали последние тюки, вносили сосуды с пресной водой и запасы провианта. Гефест стоял рядом с трапом, напряженно вглядываясь в толпу. Когда показались Калли и Лин, черные глаза Скифа просияли. — Я думал, молодые хозяева уехали домой, — тихо сказал он. — Ну что ты! Я не уехал бы, не попрощавшись с тобой! — горячо возразил Лин. — А где твои вещи? — удивился Калли. — Все уже на корабле. Почтенный Глоукон приказал отнести их. Калли насмешливо улыбнулся. Видимо, его слова подействовали на купца, и он решил позаботиться о своем пассажире. — Вот видишь, Лин, Гефесту будет совсем неплохо на корабле Глоукона. А долго они будут плыть? — Даже если море окажется спокойным не меньше, чем дней десять-двенадцать, а от периода пантикопей далеко. — Далеко, — повторил Гефест, вспомнив свое первое плавание. — Наверное, ты не думал, что придется еще раз плыть этой дорогой? — Как я мог думать? Мне пришлось бы умереть рабом, если бы не доброта молодых хозяев. Глаза Гефеста с грустной нежностью остановились на Лине. — Не зови меня больше так, — сказал мальчик. — Я уже не хозяин тебе. У нас говорят. Того, кто спас твою жизнь, надо считать властелином до конца своих дней. Ты спас мне больше, гораздо больше, чем жизнь, молодой хозяин. И сердце мое разрывается при мысли, что я покидаю тебя навсегда. — Почему же навсегда, Гефест? Разве ты не вернешься? — Нет, молодой хозяин. — Ну, а если ты не найдешь там ни родственников, ни людей своего племени? Ведь ты сам говорил, что прошло уже очень много лет. — Все равно как могу я приехать? — А вот как! — Элин торжественно потряс толстым тяжелым кошельком. Это тебе на обратную дорогу. Гефест смотрел на мальчика с недоумением и даже с испугом. Неужели его отпускают только на время? По афинским законам хозяева имели право в любой момент отменить вольную. Нет, лучше смерть, чем снова рабство. — Не пугайся, Гефест, — вмешался Калей. — Я все тебе сейчас объясню. Лин решил так хорошо тренироваться, чтобы через четыре года участвовать в Олимпийских играх. Если он сдержит слово, я обещал ему, что ты приедешь на него посмотреть. Поэтому отец и я даем тебе деньги на обратный путь. Ты понимаешь меня? Гефест пристально смотрел на красивого юношу. Так вот в чем дело. Родственники хотят воспользоваться привязанностью Лина к педагогу, чтобы заставить его стать таким, каким, по их мнению, следует быть афинскому мальчику. Но с другой стороны, любовь Лина к рабу им до крайности неприятна. Поэтому ему, Гефесту, и разрешили уехать, чтобы удалить его, а вовсе не от доброты, так удивлявший и трогавший его. Легкая, слегка насмешливая улыбка тронула губы Скифа. — Я все понял, молодой хозяин Калей, — с ударением сказал он, глядя Калю прямо в глаза. — Я буду счастлив, если молодой хозяин Лин станет таким же атлетом, как его прекрасный брат. — Ты приедешь? — спросил Лин. — Ведь правда приедешь? — Клянусь тебе. — серьезно ответил, подняв правую руку Гефест. — Я приеду в Олимпию, если узнаю, что молодой хозяин участвует в играх. — Я пришлю тебе весточку с каким-нибудь купцом, — вставил Калей. — А ты наведайся к этому времени в Пантикопей. Четыре года долгий срок, — задумчиво сказал Гефест. — Но если я буду жив, весть найдет меня в Пантикопее. Пора сниматься с якоря, — крикнул Глоукон. — Да благословят тебя боги, молодой хозяин Лин. Мою благодарность и любовь к тебе не выразить никакими словами. И я верю, что мы еще свидимся в Олимпии. Ты достигнешь этого, если захочешь. — Я обещаю, Гефест. — Значит, так и будет. Помнишь, ты читал мне слова вашего поэта Пиндара? — Нет другой звезды благороднее солнца. Звезды, дающие столько тепла и блеска в пустыне неба. — Так и мы прославляем те, что всех игр благородней. Олимпийские игры. — Докончил сквозь слезы Лин. — Прощайте же. И Гефест, опустившись на колени, прижался лбом к ногам мальчика. Уже не пытаясь держаться, Лин громко заплакал, и подошедший Глоукон с изумлением смотрел на него. Калий закусил губу. — Пора на корабль, — сказал он. — Ступай с Глоуконом, Гефест. Мы посмотрим, как вы отплывете. — Прощай и ты, прекрасный Калий, — поклонился Гефест, впервые не называя юношу хозяином. — Будь спокоен. Я все понял. И взглянув еще раз на рыдающего Лина, Гефест быстро поднялся на палубу. Слегка смущенный Калий смотрел ему вслед. — Странный раб, — думал Калий. Под громкие ритмические крики медленно пошли вверх тяжелые якоря. Упали канаты, которые прикрепляли корму к толстым причальным тумбам на берегу. Грибцы взмахнули веслами, и корабль стал отходить от набережной Перея. Все шире становилась полоса воды между Лином и пристально глядевшим на него Гефестом. — До встречи в Олимпии, молодой хозяин Лин! — крикнул скиф. — Будь счастлив! Будь счастлив, и ты, Гефест! Корабль плыл к проходу между двух каменных стен, глубоко уходивших в море и охранявших внутренний порт в заливе. Долго еще виднелась на корме фигура Гефеста с поднятой рукой. Потом взвелись паруса, корабль пошел быстрее, и на палубе ничего нельзя уже было разглядеть. Калий обнял Лина за плечи. — Пойдем, братишка! — с необычной мягкостью сказал он. Медленно оглядываясь, мальчик пошел за братом. У выхода из порта он остановился и в последний раз взглянул туда, где белели в ослепительном блеске солнца и воды три паруса, два больших на мачте и третий поменьше под ними. — Будь счастлив, Гефест! — прошептал он. Еще раз, и не оглядываясь больше, быстро пошел прочь. Субтитры создавал DimaTorzok